Господин Городулин Очень рада вас видеть Не стыдно вам, что вы пропали? Дела, дела То обеды, то вот железную дорогу открывали Не верится что-то, просто вам скучно у меня Ну да уж спасибо и за то, что хоть изредка навещаете Что наше дело? Какое дело? Вы уж и забыли? Вот прекрасно Покорно вас благодарю Да и я-то глупо сделала, что поручила вам Вы человек, занятый важными делами Когда вам помнить о бедных, несчастных, угнетенных Стоит заниматься этой малостью Угнетенных вы, извольте говорить Насчет угнетенных я не могу припомнить ничего А, вот, позвольте, я теперь вспомню Вы, кажется, изволили просить меня Справиться насчет воржии Не воржии, а гадачицы Это большая разница К воржии я бы не поехала ни за что Извините, я создаюсь в своем невежестве В этих тонкостях я не силен Одним словом, вдова коллежского регистратора Это улита Шмыгаева Какого бы звания она ни была, это все равно Во всяком случае, она дама почтенная Строгой жизни И я горжусь тем, что пользовалась ее особенным расположением Нет, особенным-то ее расположением Как из дела видно Пользовался отставной солдат Боже мой, что вы говорите Это все вздор, клевета Но я надеюсь, что ее оправдали Невинность должна торжествовать? Нет, 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 нет Ее по Владимирке Как? Вот он, ваш хваленый суд Сослать невинную женщину Да за что же? За то, что она приносит пользу другим? Ведь ее же не за гадание судили Нет, вы мне не говорите Все это сделано в угоду нынешнему модному неверию Ее судили за укрывательство Заведомо краденных вещей За пристанодержательство И за опоение какого-то купца Боже мой, что вы говорите? Святая истина Жена этого купца Просила у нее приворотного зелья для мужа Чтоб больше любил Ну, и сварили зелье По всем правилам На материи Только одно забыли Спросить дозволение Медицинской управы А что же купец? Подействовала Умер было Только не от любви Вам все это смешно Я вижу У юристов и у медиков Семь Но неужели не нашлось ни одного человека Который бы заступился за эту бедную женщину? Помилуйте, помилуйте Ее защищал один из лучших адвокатов Красновечие велось Клубилась Выходила из берегов И, наконец, стихла В едва заметном журчании Ничего сделать было нельзя Сами признались во всем Сначала солдат Который пользовался Особенным ее расположением А потом Сама Я этого не ожидала Да Как легко ошибиться Нет Нельзя жить на свете Не то, чтобы нельзя А при смутном понимании вещей Действительно Мудрено И теперь Учение О душевных болезнях Довольно подвинулось Так и галлюцинации Вот эти Я вас просила Не говорить мне об этом Виноват Забыл Забыл Пусть я ошибаюсь в людях Пусть меня обманывают Но Помогать людям Хлопотать о несчастных Для меня единственное блаженство Да Это блаженство Дело не шуточное Нынче так редко Можно встретить Блаженного человека Блаженный человек Пришел Неужели А кто он такой Надо полагать Из азиатца Я тоже полагаю Почему ты думаешь Что азиатец Уж больно страшен Так страшен Да жутко глядеть И если сударник К вечеру не приведи Господи Как страшен Что за вздор Свирепость необыкновенная А брось Весь волосами Только одни глаза Видны Грек должно быть Не очень Чтобы грек Цветом еще не дошел А вот есть Виньериц Принять его Накормить И спросить Не нужно ли чего ему Его я думаю Судар Не особенно Ступай Не рассуждай У меня к вам Просьба Иван Иванович Есть Внимание Есть Внимание Я насчет Машеньки Нет ли у вас Кого на примете Жениха Пощадите Ну что за фантазия Пришла вам Просить меня Ну с какой стороны Я похож на Сваху московскую Мое призвание Решить Узы А не связывать Я противник Всяких Цепей Даже И супружеских А сами носите Оттого-то я не желаю Их никакому лихому Татарину Кроме шуток Нет ли? Постойте Постойте Кого-то я на днях видел Так у него Крупными буквами На лбу и написано Хороший жених Вот так Что Сию минуту Женится На богатой невесте Вспомните Вспомните Да 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 Глумов Хороший человек? Честный человек Я больше ничего не знаю Кроме шуток Отличный Человек Постойте Как вы сказали? Глумов Егор Дмитриевич? Да Вот и Крутицкий Мне про него же говорил Ну стал бы Так тому и быть Так у него и на лбу На роду написано До свидания До свидания Зови барышню И скажи Чтобы все шли сюда Слушаюсь Матюшка Слушаюсь Что это за Глумов? В другой раз Сегодня слышу Имя этого человека И хотя я не верю Ни Крутицкому Ни Городулину Но все-таки Тут что-нибудь Да есть Сколько его хвалят Люди Совершенно противоположных Убеждений Прикажете Разложить Погоди Ну Машенька Я говорила о тебе С Крутицким И с Городулиным Ну говорите Продолжайте Я покорила С волей Стрепетом Ну что решение Они оба рекомендовали Одного человека Точно сговорились Прекрасно Значит человек достойный Кто же он Но я им не верю Прикажете Гадай Правду ли они говорили Я им не верю Они могут ошибаться Ну кому же вы поверите Мадонна Оракулу Мне что-то страшно Очень естественно Так и надо И должно быть страшно Мы не можем Не должны без страха Поднимать Завесу будущего Там За этой завесой И счастье И несчастье И жизнь И смерть А кто же Приподнимет завесу Тот кто имеет власть Монета Вот кто Милости просим Пожалуйте И то и до Модель И то и до А в нём А в нём А в нём А в нём Мил Илайн А в нём 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 Оракул А в нём Пошла, Шабала, и пришла, Шабала. Батюшки-молчи. Пришла, пришла да села, как квашняк. Ох, премудрость. Повел Господь, дожили. Кто вы Бельмота выпучили? Очень рады, что сподобились видеть тебя. Ох, сподобились. Сподобились. Ждем, что скажешь, мать иманефа. Ждем. Ждали в сапогах, а приехали в лапки охот. Батюшки мои, запоминайте, запоминайте хорошенько. Я хотела спросить тебя. Не спрашивай, вперед знаю. Знайка лежит, а не знайка лежит. Девкой меньше, так бабой больше. Нам человека-то знать нужно. Не скажешь ли чего рабе Марии? И, может быть, во сне или в видении тебе? Ага. Было видение. Было. Идет, идет, Егор. С высоких гор. Скажите, Егор. Витя Курчаев, Егор. Погоди. А кто же он такой? А я почем знаю. Увидишь, так узнаешь. Когда же мы его увидим? Желанный гость зову не ждет. Запоминайте, запоминайте. Ты нам хоть приметы скажи. Первое дело, надо спросить волосы, каков. Всегда так спрашивают, как этого не знаешь. Ты уж молчи. Волосом-то каков? Кому бедокур, а к вам белокур. Белокур. Витя Курчаев, белокур, может быть, он. Да ведь ты слышала, что видение было. Ну, разве может гусар благочестивым людям в видениях являться? Какая-то легкомысленная. И что удивительно, и по картам-то выходит Егор. Что ты мелишь? Как ты по картам имя увидела? Господи, язык-то наш обмолвилась. По картам, то есть, белокур. Белокур. Тебе все известно. А мы грешные люди, мы в сомнении. Егоров много, и белокуров тоже довольно. А, и чуж-чуженин далеко. Осуженный у ворот. Осуженный у ворот. У ворот, у ворот. Сряжайтесь, сбирайтесь. Гости будут. Когда? Сейчас все мы их приехали с орехами. Нил Федосеевич Мамаев. Один? Нет. С ним молодой барин. Белокурый такой. Будем ли мы живы? Не во сне ли все это видели? Проси. Ну, Машенька. Услышаны мои молитвы. Это так необыкновенно, Мадонна. Я вся дрожу. Ты пойди успокойся, друг мой. Ты после выйдешь. Конец. Всему делу венец. Возьмите ее под руки. Да чаю есть чаю. Чаю. Чай. Кто пьет чай, тот отчаянно. Чего только не угодно. О! Да, Мадонна. Да все есть, Мадонна. Да, Мадонна. Хоть бы одним глазком вглянуть. Умрешь, таких чудес не увидишь. Софья Игнатьевна, позвольте вам представить моего племянника Егора Дмитриевича Глумова. Полюбите его. Благодарю вас. Я полюблю его, как родного сына. Доложи. Сейчас выйдут. ТЕЛЕФИНСТВЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Мелких чиновников в присутственных местах Вашим превосходительством Весьма сильно выражена Прекрасная мысль о том Что не следует увеличивать Содержание чиновникам И вообще улучшать их положение А наоборот Надо бы на значительное Увеличение жалования Председателям и членам Что-то я не помню Я, ваше превосходительство Помню наизусть Да не только этот параграф А весь трактат Верю, но Удивляюсь А для чего? У меня целая жизнь впереди Надо запасаться Мудростью А не часто предоставится Такой случай Не из журналов же учиться Уму-разуму Еще бы Молодому человеку Свихнуться нетрудно Буквально Приятно видеть Такой образ мысли В молодом человеке Что там не толкуя Благонаверенность Дело хорошее Первое ваше превосходительство Так что же у меня там В двадцать пятом артикуле-то А? Артикул двадцать пятый Увеличение окладов В присутственных местах Должно быть производимо С крайней осмотрительностью И то только председателям и членам А отнюдь не младшим чиновникам Увеличение окладов старшим Может быть произведено На тот конец Дабы сии наружным блеском Поддерживали величие власти Которое должно быть ей присуще Подчиненный же Сытый и довольный Получает несвойственные Его положению Осанистость и самоуважение Тогда как для успешного И стройного течения дел Подчиненный должен быть Робок И постоянно крепитен Верно Трепетен Вот слово Трепетен Меня очаровало Совершенно Ты Коли куришь Ты Кури там Спички На камине Не курю ваше превосходительство А впрочем Как прикажете Ну вот еще Мне то какое дело Да Дядя Не видал Твоей работы Как можно Как же бы я осмелился Вот уже Он ведь только говорит Что умен А ведь он Болван совершенный Не смею спорить С вашим превосходительством Только других Вот все Учит Учит Ты вот попробуй сам написать Вот мы и увидим А жена тоже Замечательная Дура Не заступлюсь Из-за нее Как ты с ними Выживаешься Не понимай Нужда Ваше превосходительство А ты что Служишь Поступаю По протекции Тетушки Иван Иванович Городуллин Обещал достать место Так Еще нашли человека Определит он тебя Ты ищи прочного места Все эти Городуллинские места То скоро Опять Закроются Он у нас Считается Человеком опасным Ты это заметь Я не по новым Учреждениям Да Ну то-то А уж я думал Ну что же Тогда поступай Без службы Болтаться хуже Ну а потом Если хочешь Я могу дать тебе Письма в Петербург И идешь там Служить виднее У тебя Прошедшие Это хорошо Чисто Совершенно Тебя можно Рекомендовать Я Ленив был Учиться Ваше превосходительство Ну это-то Не важно Очень-то Заучишься Оно пожалуй И хуже Нет ли чего Поважнее Мне совестно Признаться Перед вашим Превосходительством Что такое Ты лучше Говори прямо В молодости Грешки Влечения Говори Говори Не бойся В студенческой жизни Ваше превосходительство Только я больше Старых обычаев Придерживался Каких старых обычаев Что ты Раскольник что ли Я не так себя вел Как нынешние студенты А как же ты себя вел Покучивал Ваше превосходительство Случались кое-какие Истории В неурочные Часы И Только Больше ничего Ваше превосходительство Сохрани меня Бог Сохрани Так это Даже Очень Хорошо Так и Должно Быть Ну Что Ты В молодых Летах Надо Пить Надо Кучить Чего тут Стыдиться Ведь ты Не барышня Уп-ля-ля Шансон Да Ссор Ну Значит Я на твой счет Совершенно Спокоен Я Я не люблю Оставаться Неблагодарным Ты мне С первого раза Понравился Да Я тебе В одном доме Уже Замолвил Словечко Мне сказывала Софья Игнатьевна Я не нахожу слов Благодарить Ваше превосходительство Ты что присватывался Что ли Там ведь Куш-то очень Порядочный Да я на деньги Глуп Девушка Очень Хорошая Ну это Я тебе не могу Сказать Они Все одинаковы Вот Четко Знаю Ханжа Любовь нынче не признают Ваше превосходительство А я знаю по себе Какое-то великое чувство Так это пожалуй Не признавай Никому от этого Ни тепло Ни холод Ох Со мной Было В Виссарави Лет Сорок Тому Назад Ах Заберет Так Скажешься Я был и умер От любви Что ты смотришь На меня Скажите пожалуйста Ваше превосходительство Горячка сделалась А ты не признавай Ну что ж Давай бог Давай тебе бог Я очень рад Будешь капиталистом Дадим тебе место Видное Покойное Нам такие люди нужны Ты ведь будешь то Из наших Нам теперь Поддержка нужна А то молокососы Одолевать начали Однако Мой милый Сколько я тебе должен За твой труд Не обижайте Ваше превосходительство Это ты Меня не обижай Если уж хотите Вознаградить меня Так осчислите Ваше превосходительство Что такое В чем дело Брак Такое дело великое Такой важный шаг В жизни Не откажитесь Да что вы Подсаженные отцы Что ли Ты Тому и говорил А счастливьте Ваше превосходительство Что такое Да изволь Изволь Это дело Немудреное Ты так бы И говори Я передам И Софье Игнатьевне Передавай Пожалуй Я больше не нужен Вашему превосходительству Честь имею Кланяться О моем Моранье Молчи Оно скоро будет Напечатано Один Редактор Просил Он Хотя это Довольно Странно Очень Порядочный Человек Пишет Так учтиво Ваше превосходительство Ощастливьте Калибурит разговор Кто писал Будто Ты не знаешь Слушаю Ваше превосходительство Ну прощай 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 Мой любезный Прощай 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 Что уж очень бронят молодежь Ведь вот есть же из них И с умом И с сердцем малый Он Льстив И немного Подленек Ну да вот Аперица Может быть Это и пройдет С чинами Да с деньгами Это постепенно Исчезает Госпожа Мамаева Они в гостиной Я докладывал Что ее превосходительства Дома нет Кресло Не помешаю Нет Но будет вам делами Это заниматься Чтобы с молодыми дамами Полюбезничать А то сидит в своем кабинете Такой нелюбезный старичок Девушку нет Был конь Да уездился Пора и молодым дорогу дать Нынче молодежь-то Хуже стариков Жалуйтесь А разве не правда? Правда Правда Никакой поэзии нет Да Никаких благородных чушь Я думаю Это от того Что на театре Трагедии не дают Вот возобновить бы Озерова Сумарокова Да и чаще давать Трагедии Через день Вот молодежь Набиралась бы Деликатных Тонких чувств У меня Прожект Написан Облучение Нравственности В молодом поколении Для дворян Давать Трагедии Ну а для Простого народа Продажу Избить Не дозволить Ведь мы-то Мы-то Бывало Мы же ведь Все трагедии Наисусть Знали А нынче Скромно Они вот по книге Про честь не умеют А до того И было в нас Рыцарство Да-да И честность А теперь Одни деньги Мне Не ждет ли Чтоб судьба Прервала Дней течение Когда К страданию Даны мне Грустные дни Прерву Помните Ну как же Не помнить Ведь чай Это лет 50 Не больше Так как же Мне не помнить Извините Извините Я вас считал Моей ровесницей Моей ровесницей Моей ровесницей Моей ровесницей Но дайте А ты Сестра Умеренные Души На ком же На ком Ах боже мой Да будто вы не знаете Да на трусиной 200 тысяч Приданого Может быть Да не может быть Я говорю вам А Привести таковой Задумчив Пребываешь Вздыхание Чашки В груди Своей Скрываешь И горесть Мрачная В твоих Чертах Видна Ай Вы надоели Мне С вашими Стихами Да нет Нет Он кажется Парень С сердцем Я говорит Не из приданого Мне говорит Девушка Нравится Ангел Ангел Говорит И так Это с чувством Говорит Прекрасный Дай ему Бог Вы вот Возьмите У Донского Что с вами Мигрень Ах я больна Свою Что У вас У вас Вид Такой Здоровый Скажите Вашей жене Что я хотела Ее подождать Да не могу Очень Дурно Себя Чувствую Что вы Ну Куда же вы Что вы У вас же Вид Такой Прощайте Это все Пройдет У вас Вид Такой Здоровый Есть Матерь Матерь Слезный Ток Мож Осуши Что её кольнуло? Отпади с бабами, хуже, чем дивизией командовать. Никого не принимать. Насилу кончил. Интересный разговор с Крутицким, записан весь. Любопытный памятник для потомства. Вы к Турусиной, маменька? К Турусиной? Вы немного поздно. Туда надо с утра идти. Каждый день, каждый день. Так и живите там. Можно и надоесть. Да что уж делать. Садитесь с прислугой, с гадальщицами, с приживалками. Не жалейте для них никаких подарков. Сейчас зайдите в город, купите две табакерки серебряных. Небольших. Все эти приживалки табак нюхают зло и очень любят подарки. Хорошо. Главное, облюдите все входы и выходы, чтобы ничто сомнительное не могло проникнуть в дом. Для этого ублажайте прислугу. Прислуги чутьё хорошее. Хорошо. Ну, торопитесь, чтобы поскорее парадный сговор. Говорят, ближе, как через неделю. Нельзя. Ох, долго. Измучаешься. Богатство само прямо в руки плывёт. Прозевать такой случай будет и жалко, и грех непростительный. Что-то я хотел добавить в дневник. Да. Расход записать две табакерки приживалкам. Клеопатра Львовна? Что за чудо? Знает она или не знает. Сейчас увидим. Звучит мое место. Расключать. Не знаю. СТУК. СТУК. Зацепление, мое место. СТУК. ВСЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК. АНТРИГУ. ИНТРИГУ. СТУК. ЗВОНОК. Бог ли я ожидать такого счастья, если бы все олимпийские боги сошли с неба? Не горячитесь. Я не к вам. Я зашла вашу матушку навестить. Не знает. Она только что вышла перед вами. Жаль. Присядьте. Осчастливьте мою хату. Осветите ее своим блеском. Да, мы счастливим. А нас сделают несчастными. Несчастными? Да вы знаете, что это за преступление? Даже огорчить вас чем-нибудь. Это надо иметь черную душу и зверское сердце. Черную душу и зверское сердце. Да, вы правду говорите. Ни черной души, ни зверского сердца у меня нет. Значит. Что значит? Значит, я и не огорчу вас ничем. Верить прикажете? Верьте. Верьте. Будем верить? Не знает. Как мне огорчить вас. Я страстный, робкий юноша. Давно искал теплого женского сердца. Душа моя ныла в одиночестве. Я искал ту женщину, которая позволила бы мне быть ее рабом. Я бы назвал ее своей богиней. Отдал бы ей всю свою жизнь, все свои мечты, все надежды. И вот явились передо мной вы. Вы не были жестокой красавицей. Вы снизошли к несчастному страдальцу. Я счастлив, счастлив, бесконечно счастлив. Вы женитесь? Как? Нет. Да. Но... Вы женитесь! То есть, ваш муж хочет женить меня, а я и не думал. Я не расположен совсем, я не желаю. Как он вас любит, однако? Так он хочет женить меня на деньгах. На деньгах? Да. А невеста вам не нравится? Ну, конечно, не нравится. Так вы ее не любите? Да могу ли я? Кого я буду обманывать, ее или вас? Лужись обеих. За что вы меня мучаете подозрениями? Нет, я вижу, что надо кончить. Как кончить? Пусть дядюшка сердится, как хочет. Я ему скажу решительно, что не желаю жениться. Правда? Сегодня же скажу. И прекрасно. Без любви, что за брак? И вы могли подумать, и вам несовестно. Теперь, когда я вижу такое бескорыстие, разумеется, совестно. Я ваш. Всегда ваш. Только вы уж никому, ни слова. Ни дядюшке никому. Я сам все скажу. А то вы себя выдадите. Конечно, конечно. Кто это? Вот еще очень нужно. Он меня обманывает. Это ясно. Ему хочется успокоить меня, чтобы я не мешала. Клиопатра Львовна. Войдите в маменькину комнату. Кто-то пришел ко мне. Ну-с. Во-первых, так не принимают. А во-вторых, я устал, потому что на своих вам... Что вам нужно от меня? Пустяки. Минимум 25 рублей. А больше, сколько хотите, я не обижусь. Так кто же вам сказал, что я могу давать такую щедрую милостыню? А я не милостыну прошу, а за труд. За какой? Я ходил за вами, наблюдал, собирал сведения. Черты из жизни вашей. Написал вашу биографию, приложил портрет. В особенности, живо изобразил последнюю вашу деятельность. Так не угодно ли вам купить у меня оригинал? А то я продал журнал. Вы видите, я прошу недорого и ценю себя невысок. Меня не испугайте. Печатайте, кто вас читает. Да я ведь и не тысячу рублей прошу. Я знаю, что большого вреда вам сделать не могу. Но все-таки неприятность, скандальчик. Ведь лучше для вас, если бы его не было совсем. Ну, так и заплатите. Знаете, как называется ваш поступок? Знаю. Умение пользоваться обстоятельствами. Честно ли это? Вот это не знаю, не знаю. А все-таки должно быть честнее, чем посылать безымянные письма. Какие письма? Чем вы это докажете? Не горячитесь. Заплатите лучше, я вам советую. Ни копейки. А. У вас теперь богатая невеста в виду. Ну, что хорошего прочитает. А, скажет. Не ссорьте со мной, заплатите. Им нет хлеба, и вам покойнее. Я право дешево прошу. Да за что платить? Вы так повадитесь, в другой раз придете. Честное слово, ну за кого вы меня принимаете? Прощайте. А то и в следующем номере. В каком хотите. Пять рублей уступлю. Деньги пустые. Пяти копеек не дам. Как хотите. Как папироски нет? Нет. Освободите меня от вашего присутствия. Сейчас отдохну немного. Вас Курчаев подослал? Да нет, мы с ним поругались. Он тоже гусь порядочный. Вот вроде вас. Ну, довольно. О, что это у вас там? Что за низость? Убирайтесь. Ну, любопытно. Убирайтесь, я вам говорю. Вы не умеете ценить чужого благородства от того, что у вас своего нет? Ай, вот принесло. Да пусть печатает, кто ее читает. Два слова только. Никого нет. Куда же он делся? Ай, как зло. Это ужасно. Вот о невесте. Я так и знала. Он меня обманывает. Какой глупый человек. Низкий, низкий, низкий человек. Боже мой. Это про меня-то. Мне дурная падаю. Низкий, низкий человек. Вот мысль. Он никак на меня не подумает. Ах, как я могу его унизить. Как мне будет приятно видеть его унижение. Когда все отвернутся от него, бросит, выкинут его, как негодную вещь. Какой кроткой овечкой он приползет ко мне. Ужатый из рук вон. Кто был у вас? Таких людей нельзя пускать в дом ни под каким видом. Написал ругательную статью на меня и пришел за деньгами. А то, говорит, напечатаю. Что вы за ужасы рассказываете? Кто он такой, я желаю знать? А зачем вам? Ну, хватит для того, чтобы беречься его. Галутвин. Где живет? Где день, где ночь. Адрес можно узнать в редакции. Да зачем вам? А если кто меня обидит? Вот и мщенье. Другого нет у женщин. Дуэли для нас не существует. Вы шутите? Конечно, шучу. Вы дали ему денег? Немного, он ведь недорог. Все-таки спокойнее, всякий скандал нехорош. А если ему дадут больше? Кому же нужно? У меня врагов нет. Бедный. Как он вас расстроил, однако. Так вы решительно отказываетесь от невесты. Решительно. Да вы знаете, чего вы себя лишаете? Денег. Променяю ли я рай на деньги? Да ведь много денег. Двести тысяч. Знаю. Кто же это делает? Тот, кто истинно любит. Но ведь этого не бывает. Вот вам доказательство, что бывает. Ваше имя будет записано в историю. Ну, придите в мои объятия. Прощайте. Прощайте, душа моя. Я жду вас сегодня вечером. Ну, как гора с плеч. Пора к невесте. Теперь мне и бояться нечего. Клеопатура Львовну успокоил. Галутвину заплачено. Пока я все уладил. Все уладил. Все уладил. Так, я с этими хлопотами рассеян стал. Шляпа, перчатки. Где перчатки, где? А, вот они. В этом кармане бумажник, в этом дневник, платок. Что такое? Куда я его засунул? Да что же такое? Вот еще беда-то. Нет, не может быть. А вот здесь положил. Я сейчас видел его. Где же он? Нельзя, нельзя. Падает. Все падает. И я валюсь в глубокую пропасть. Валюсь. Зачем я его завел? Что за подвиги в него записывал? Глупую, детскую злоб утешил? Нет уж, если такие дела делать, так нечего и записывать. Вот и предоставил публике записки под лица, им самим написанные. Кто же это? Он или она? Но если он, я выкуплю. Он на деньги пойдет. Еще беда не велика. А если она? А если она? Да. Ну, тут уж одно красноречие. Женское сердце мягко. Мягко-то оно, мягко. Зато ведь и злее-то женщина. Ничего на свете нет, если ее обидеть чувствительно. Страшно становится. Женщина отомстит ужасно. Она может такую гадость придумать, что мужчине даже и в голову не придет. Ну, уж делать нечего. Бездействие хуже. Пойду прямо в пасть в гиене. Как все это быстро сделалось? Я сама не понимаю, тут или самая тонкая интрига, или... Чудо, вы думаете? Я ничего не думаю. Я просто голову потеряла. Да я его знаю давно и ничего особенного не замечал. Кажется, человек хороший. Он явился каким-то неотразимым. Все за него. Судьба моя в руках тетушки, она им совершенно очарована. Ну, значит, отдадут ему вас. Отдадут деньги. Добродетель награждается, а порог наказан. С вашей стороны возражения нет? Жоржа. Ну, про меня говорить нечего. Я должен молча не удалиться. Еще с кем другим я мог бы поспорить. А перед добродетельным человеком я пас и этим никогда не занимался. Они идут. Когда я почувствовал призвание к семейной жизни, я решил взглянуть на это дело серьезно. Жениться для того, чтобы взять деньги, это не в моих правилах. Это была бы торговая сделка, а не брак, установление священное. Мне нужно было найти кроткое женское сердце и связать его со своими неразрывными узами. Я говорю, судьба, укажи мне это сердце. И я покорюсь твоим велением. Я вам признаюсь, я ждал чего-то чудесного. Чудесного много на свете, только мы не хотим заметить его. Я сама тоже говорю, но не все верят. Я ждал чудо и дождался чудо. Скажите, дождались? Это чрезвычайно любопытно. Да, много чудесного, но мало избранных. У нас тоже, когда мы стояли в Малороссии, был случай с одним евреем. Вы бы пошли по саду, погуляли. Не ясно ли тут предопределение? Я даже еще не успел хорошенько осведомиться о чувствах моей невесты. Извините, Мария Ивановна, я довольствовался лишь ее согласием. Ничего больше не нужно. Если я, может быть, не совсем нравлюсь теперь, так понравлюсь после. Такой брак должен быть счастлив и благополучен. Непременно. В этом браке нет людского произвола, следовательно, нет и ошибки. Вот правило. Вот у кого нужно учиться, как жить. Иван Иванович Городолин. Я пойду оденусь потеплее. Здесь сыро становится. Пойдемте в сад. Здравствуйте. А сколько вы денег берете? Кажется, 200 тысяч. Как же вы это сделали? Вы же сами меня рекомендовали. Мне Саввь Игнатьевна сказали. Когда же? Да-да, помню, помню. А как же вы поладили с Турусиной? Ведь вы же вольнодумец. Я с ней не спорю. А если она вздор говорит? Ее переспорить невозможно, к чему же трудиться. Да-да-да. Да, вот вы как. Это хорошо. Ну, теперь вы будете иметь состояние. Я вас в клуб запишу. На днях будет опубликован трактат Крутицкого. Неужели? Вот бы отделать его хорошенько. Это очень легко. Ну, еще бы. С вашими способностями. Но вам неловко. Вы еще очень молодой человек. Можете себе повредить. Вас надо будет выгородить. Вы напишите. А уж я так и быть пожертвую собой. Выдам за свое. Надо их старых хорошенько. Надо-надо. Вы только посмотрите, что пишут. Ну, а смеять надо. Я бы и сам. Да некогда. Но очень рад вашему счастью. Поздравляю. Нам такие люди, как вы, нужны. Нужны. А то, признаться, чувствовался недостаток. Дельцы есть, а говорить некому. Нападут старики врасплох. Ну, и беда. Есть умные из молодых людей. Да очень молодые. Их в разговор пустить нельзя. С ними разговаривать не станут. Да. Хор-то есть. Есть. Да запевал и нет. Вы. Вы будете запевать. А мы вам подтягивать. А где Марья Ивановна? Вон по саду гуляют. Пойду с ней поболтать. Пойду. Я вас сейчас догоню. Кажется, Мамаевы приехали. Как я урезвонил. Мало того, что дала согласие на брак, а и сама приехала. Как это мило с ее стороны. Что же вы здесь одни? Где же ваша невеста? Гуляет по саду с молодыми людьми. Вот вам доказательство, что я женюсь не по склонности. Мне нужны деньги, нужно положение в обществе. Не все мне быть милым молодым человеком. Пора быть милым мужчиной. Посмотрите, каким молодцом я буду. Каких лошадей заведу. Теперь меня не замечают, а тогда вдруг заговорят. Ах, какой красавец объявился. И все будут завидовать вам. Отчего же мне? От того, что я ваш. Да. Хорошо, если бы можно было взять деньги без невесты. А то у вас будет молодая жена. Это не мешает. Я предложил руку невесте, карман для денег, а сердце остается вам. Вы опасный человек. Вас слушаешь, слушаешь. Да, пожалуй, поверишь. На каких рысаках я буду подъезжать к вам? Подъезжайте, подъезжайте. А теперь пойдите к невесте. Нехорошо оставлять ее одну. Даже если она вам не нравится, просто для вида и сприличия. Полюбезничайте с ней. Вот вы сами посылаете. Ступайте. Ступайте. Как он торжествует. Ну, погоди, мой друг. Не рано ли ты вздумал радоваться? Куда вы? Домой-с. Домой? Такой печальный. Погодите, я догадываюсь. Погодите, вам говорят. Ах, какой противный. Подождите, мне вас нужно. Вы влюблены? Позвольте мне удалиться. Я поеду домой рано одна. Вы меня проводите. Послушайте, да что вы все молчите? Будьте со мной откровенны. Я приказываю вам, как тетка. Вы влюблены. А она вас любит? Я уверена, что любит. Не теряйте надежды. Мало ли, какие сюрпризы бывают. Во всяком другом случае, я мог. А здесь что же? Ну, Софья Игнатьевна заявляет такие требования. Какие? Я никогда и не слыхивал. Притом же это несовместно с моей службой. Что несовместно? Я и воспитанием не подготовлен. Да я вас не понимаю. Софья Игнатьевна ищет для племянницы. Ну? Мог ли я этого ожидать? Это так редко бывает. Что? Что? Я никогда и не слыхивал. Да объясните-то вы хорошенько. Она ищет добродетельного человека. Ну? Так что же? Ну, я-то никаких добродетелей не имею. Ну, как никаких добродетелей? Что же у вас, только пороки? Да я и пороков не имею. Я просто обыкновенный человек. Это странно искать. Добродетельного человека. Ну, не будь глумов, где бы она взяла? Во всей Москве только он один и есть. И чудеса с ним бывают, и видение он видит. Но позвольте вас спросить, как же это можно требовать от всякого? Погодите. Погодите. Может быть, это еще и лучше. Не иметь добродетелей, ну, не иметь и пороков. А, поздравляю вас. Вы с каждым днем все больше расцветаете. Очень рада вашему счастью. У господини глумови так много прекрасных качеств, что мне становится страшно. Я не считаю себя достойной такого мужа. Ну, где же искать добродетелей, как не в вашем доме? Вы можете пользоваться и примером, и наставлением от вашей тетушки. О, да, я ей очень благодарна. Добродетельный быть действительно очень недурно. Но из всех добродетелей я могу похвастаться только одной. Послушание. В принципе, я с вами согласен. Но в подробностях нет. Да почему же? Ну, зачем непременно трагедии? А отчего не комедия? А за тем, что комедия изображает все низкое, а трагедия высокая. Нам высокое-то и нужно. Да, ну, позвольте. Рассмотрим этот предмет со всех сторон. У нас теперь принято не верить ничему. Это в моде. Только и слышишь со всех сторон. Зачем вы пускаете к себе манефу? Она обманщица. Вот я бы и пригласила господ неверующих посмотреть, какая она обманщица. Я очень рада за нее. Она теперь войдет в моду, получит большую практику. И мне Москва должна быть благодарна, что я нашла такую женщину. Я этим много для Москвы сделала. Ну, а где же ваш жених? Я его не вижу. Машенька, где Егор Дмитриевич? Он в саду с Городулиным. По рекомендации всех моих знакомых и по некоторым другим причинам, я уже ожидала, что встречу примерного молодого человека. Но когда я познакомилась с Егором Дмитриевичем покороче, тут я поняла, что он превзошел все мои ожидания. Кто это превзошел все ваши ожидания? Ваш племянник. Я знал, что вы будете благодарить меня за него. Знаю, кому что надо. Знаю. Не стал сватить ему другую невесту, а прямо к вам. Вам бы грешно было. Вы знаете, я сирота. А Глумов может далеко пойти. Ну, разумеется, с нашей помощью. И за что только мне такое счастье? Разве за... Что тебе? Разве за мои добрые дела? Что это такое? Какая-то газета. Должна быть не ко мне? Нет, к вам. Вот видите, адрес. Это какая-нибудь ошибка. Кто принес? Почталев. Где он? Давно ушел. Давайте-ка сюда. Я сейчас посмотрю и все объясню вам. Во-первых, газета. Да не газета, а только лист из газеты. Вот. Но ведь это не из редакции? Одна статья. Сейчас рассмотрим. Статья называется как выходят в люди. Это до нас не касается. Бросьте. Зачем же? Надо посмотреть. Вот и портрет с надписью. Муж каких мало. заходит? Егор Дмитриевич. Покажите сюда. Это интерес. Это какая-нибудь гнусная интрига. У него должно быть много врагов. Да вы не меня подозреваете. Я в живописи не мастер. Только вас и умею рисовать. Знаю, знаю. Тот, кто писал эту статью, должен очень хорошо знать Егора Дмитриевича. Тут все малейшие подробности из его жизни. Если это, конечно, не выдумки. Да, тут еще что-то. Вот. Это его, его рука. Я к ней пригляделся. Его отвечаю, чем хотите. Да, это его рука. Вот еще надпись другой рукой. В доказательство того, что все в статье справедливо, прилагается сей дневник. Ну, что нам читать? Статью или дневник? Ну, это уж лучше оригинал. А, ну, это начнем с той страницы, которая заложена закладкой. Тут счет. Манефи 25 рублей. Манефи 25 рублей. Ей же еще 25 рублей. Дура набитая. Дура набитая, глупые люди. Глупые люди. Манефи 25 рублей. Я должен узнать, что она возьмет с Турусиной. Спросить после. Двум приживалкам Турусиной. Загадание на картах. Загадание на картах. И за рассказывание снов, в которых они должны видеть каждый день меня. По 7 рублей с полтиной. И по серебряной табакерке. 10 рублей за лобби. Всех прогоню. Всех. Злой быть грешно. А доброй глупо. Как жить после этого? Не жалуйтесь. Не вас одних обманывают. За три анонимных письма к Турусиной 15 коп. Так вот откуда письма-то, Матом. Вижу, мой друг. Извини меня. Я очень дурно сделала, что взяла на себя смелость устроить твою судьбу. Располагай собой как хочешь. Я тебе мешать не буду. Мой выбор сделан, Матом. И прекрасно. В нем ты не обманешься, потому что он ничего хорошего и не обещал. Этих приживалок я прогоню непременно. Заведет себе других. Ну, не знаю. Прекажете и продолжать? Да уж теперь продолжайте все равно. Человеку Мамаева за то, что привез ко мне своего барина обманом, пользуясь его слабостью к отдающимся в наймы квартирам, этому благодетелю моему три рубля. Чувствую, что мало. – Мамаева. И тут дальше разговор со мной и совсем не интересный. Первый визит к Рутицкому Муза, воспоем доблестного мужа и его прожекты Нельзя довольно налюбоваться тобой, маститый старец Поведай нам, поведай миру, как ты ухитрился Дожив до шестидесятилетнего возраста Сохранить во всей неприкосновенности ум шестилетнего ребенка Ну, это... это... Пашквиль, Пашквиль, кому приятно? Позвольте, позвольте, тут я вижу несколько слов о Городолине Городолин в каком-то глупом споре о расистых лошадях Одним господином назван либералом А он так этому названию обрадовался, что три дня по Москве ездил И всем рассказывал, что он либерал Так теперь и числится А ведь похоже Похоже, похоже, вы про себя-то прочтите, похоже ли написано Вы находите, что похоже? Ах, Иван Иванович, а я вас и не заметил Вот полюбуйтесь, как нас тут с вами расписали А кто же этот современный ювенал? Мой племянник Глоунов Отдайте, Иван Иванович, эту рукопись автору И попросите его, чтобы он удалился незаметно Зачем же незаметно? Я не объясняться, не оправдываться не стану Я только скажу вам, господа, что вы сами скоро пожалеете Что удалили меня из вашего общества Милосты, государь Наше общество состоит из честных людей Да Да А вы сами, ваше превосходительство, догадались, что я нечестный человек? Может быть, вы вашим проницательным умом убедились в моей нечестности Тогда, когда я взялся за отделку вашего трактата? Потому что какой же образованный человек возьмется за такую работу? Или вы увидали мою нечестность тогда, когда я в кабинете у вас Раболепно восторгался самыми дикими вашими фразами И холопски унижался перед вами? Нет Тогда вы готовы были расцеловать меня И не попадись вам в руки этот несчастный дневник Вы долго Долго Всегда Считали бы меня честным человеком А ну, конечно, ну Вы, дядюшка, тоже догадались? Сами, а? Не тогда ли, когда учили меня льстить Крутицкому? Не тогда ли, как вы учили меня ухаживать за вашей женой? Чтобы отвлечь ее от других поклонников А я же манился, да отнекивался, что не умею, что мне совестно Вы видели, что я притворялся, но вам было приятно Потому что я давал вам простор учить меня уму-разуму Я давно умнее вас, и вы это знаете А когда я прикинусь дурачком, стану просить у вас разных советов Вы рады, радехоньки И готовы клясться, что я честнейший человек Чего нам с тобой считать? Мы люди свои Вас Софья Игнатьевна точно обманула И перед вами я виноват То есть не перед вами, конечно, а перед Марией Ивановной А вас обмануть не жаль Вы берете с улицы какую-то полупьяную крестьянку И по ее словам покорно выбираете мужа для своей племянницы Кого знает ваша манефа? Кого она может назвать? Да, разумеется, того, кто может больше денег дать Хорошо еще попался я Манефа могла вам предсказать какого-нибудь беглого И вы его отдали, что и бывало Я знаю одно, что на земле правды нет И с каждым днем все больше в этом убеждаюсь Ну, а вы, Иван Иванович? Я? Ни слова Вы прелестнейшие мужчины Вот вам моя рука И все, что вы сказали здесь про нас Правда совершенная Я вам нужен, господа Без такого человека, как я, вам нельзя жить Не я, так другой будет Будет и хуже меня И вы будете говорить Ах, этот хуже Глумова А все-таки славный малый Вы, ваше превосходительство В обществе, что называется, человек обходительный Но когда в кабинете С глазу на глаз с вами молодой человек Стоит на вытяжку И униженно поддакивая после каждого вашего слова Говорит Ваше превосходительство У вас по всем членам разливается блаженство Действительно, честному человеку вы откажете В протекции За такого поскачете хлопотать Сломя голову Вы слишком злоупотребляете Нашу снисходительность Извините, ваше превосходительство Вам, дядюшка, я тоже нужен Даже прислуга ни за какие деньги Не соглашается слушать ваших наставлений А я слушаю даром Довольно Если ты не понимаешь, мой милый Что оставаться здесь тебе доли неприлично Так я тебе растолкую Понимаю И вам, Иван Иванович, нужен 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 И умных фраз позаимствовать для спича И умных фраз позаимствовать для спича И критику вместе написать И критику вместе написать И вам, тетушка Нужен А я и не спорю Я вас и не обвиняю ни в чем Я, знаете ли, в нем сразу заметил И я сразу У него в глазах было, что да Ничего вы не заметили Вас всех смутил мой дневник Как он попал к вам в руки, я не знаю На всякого мудреца довольно простоты Но знайте, господа, что пока я был между вами в вашем обществе Я только тогда был честен, когда писал этот дневник И всякий честный человек Иначе к вам относиться не может Вы подняли во мне всю желчь Чем вы обиделись в моем дневнике? Что вы нашли в нем нового для себя? Вы тоже сами постоянно говорите друг про друга Только не в глаза И если бы я сам каждому в отдельности прочел То, что про других написано Вы бы мне аплодировали Если кто имеет право обижаться, сердиться Вы хотите себя обеситься Так это я Не знаю кто, но кто-нибудь из вас Честных людей Украл мой дневник Вы разбили у меня все Отняли деньги, отняли репутацию Вы гоните меня И думаете, что это все Тем дело и кончится Вы думаете, я вам прощу? Нет, господа Горько вам достанется Прощайте И все-таки, господа Что ни говорите А он Деловой человек Наказать его надо Но я полагаю, что через некоторое время Его можно и опять Приласкать Непременно Я Согласен Уж это Я возьму на себя КОНЕЦ 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 КОНЕЦ